Привет, ребята! Я ваша большая фанатка. Добро пожаловать в Новую Зеландию. Я не занимаюсь культуризмом профессионально, но я хотела бы задать вопрос от лица любителей. Как вы настраиваетесь на то, чтобы не отложить дела на понедельник? Я много раз пыталась сдвинуться с места, и у меня ничего не выходило. Я пыталась питаться правильно и придерживаться тренировок. Как же мне научиться перестать себя кормить очередными завтра? Как перестать метаться из стороны в сторону, не затягивая это на протяжении всего года? Я пыталась прийти в хорошую форму, и я смогла выдержать только три недели. Но потом я снова съезжала на ту же дорогу, и мне приходилось заставлять себя снова свернуть и начать двигаться правильно. Есть ли у вас какие-то советы, как сосредоточиться на цели и быть на волне круглый год? О-о-о! Круто! Круто! Отличный вопрос! Знаешь, забавная вещь, есть огромная разница между теми, кто выходит на сцену, мечтая о своей цели, мечтая о своей цели, обожая рев публики и грезя о свершении их сокровенной мечты. Разница между ними и людьми из зала, которые, возможно, в глубине души и хотели бы выйти на сцену, совсем не в разнице знаний. И часто это не генетика. И очень часто это не те вещи, на которые мы все списываем. По моему мнению, большая разница между этими двумя примерами в большей степени в применении полученных ими знаний. Многие политические деятели считают, что практика улучшает тебя. Но я не считаю это правдой, особенно если вы практикуете неверный метод и учите остальных делать как вы. Поэтому это и неправильно. Все дело в выработке хороших привычек. Разница между тем, кто желает стать успешным, и тем, кто считает, что может быть таковым, чаще всего заключается в их мышлении. Если ты говоришь, что тебе бы понравилось воплотить это в жизнь, неважно, какую цель ты преследуешь, мы будем называть это результатом. Я считаю, что тебе необходимо стать ответственным по отношению к своим целям. если это для тебя действительно важно, то у тебя хватит на это ответственности. Если же нет, тогда вся сила, которая у тебя есть, которую ты можешь использовать, тебе не поможет. Если вы признаете, что вы можете провалиться, и вы признаете, что это в ваших руках, и вы контролируете действие, если вы сможете понять, что та же сила, что находится в ваших руках, приведет к успеху, тогда возникнет вопрос, что мне нужно делать для максимального результата. Если ты придешь к этому вопросу, ты начнешь двигаться. Это прекрасная идея, которая пришла ко мне с опытом. Касательно правды культуризма и того, как мне лучше устроить свою жизнь, как лучше себя мотивировать в трудных моментах жизни. Этот урок, который я посещал на протяжении всей жизни, этот опыт, пришел ко мне благодаря культуризму. Если сила в моей руке временна, у меня нет времени смотреть на облака и радоваться полученному, потому что я боролся и страдал. Не важно, во что верит моя мама, какое дело для меня выберет отец, не важно, кто обнимет меня, за что меня обнимет, какой он расы или кем я родился, я в состоянии признать, что все достижения, которые у меня есть, всего лишь временно. 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 Если ты посмотришь вокруг и поймешь, что та сила, которая находится у тебя в руках, ты можешь использовать силу или провалиться, но ты уже достаточно смелый, чтобы подумать, а что, если я буду ближе к успеху, и я могу решиться использовать силу для этого дела? Тогда я буду невероятно рад просто начать это делать. Было бы невероятно интересно, если эта штука сработает. Я очень рад воспользоваться шансом прожить свою жизнь и быть в состоянии контролировать судьбу. Понимая это, ты можешь начать где бы ты ни был, и это лучшее место, чтобы начать. Опять же, я абсолютно ничего не знал о науке и ничего не знал о тех вещах, которые мы использовали, чтобы продвигаться в результатах, и о тех, что наоборот тормозили нас. Черт, я сделаю это, когда у меня будет больше денег. Это никогда не касается денег. Я начинал свое длительное путешествие, чтобы увидеть, как моя мечта исполнится, не имея под рукой правильных советов. Сейчас я нахожусь в положении, когда все стало намного проще, а когда я был совсем новичком, проблема была совершенно не в деньгах. Проблема была в том, о чем я думал. Но я был готов к тому, что я могу проиграть, и это дало мне силы без сомнения продолжать двигаться дальше в этом направлении. Тогда я начал задумываться над тем, чтобы сделал чемпион в проигрышной ситуации. Чемпион возвращается назад и продолжает сначала. Работа кончилась, начнем сначала. Я могу начать прямо сейчас. Я не буду ждать, когда будет проще. Завтра, когда у меня будет больше знаний, тогда моя жизнь станет намного лучше. Но жизнь будет продолжаться каждый день. Если вы решили начать что-то, и думаете, что будет легко, я вас огорчу, скорее всего, нет. Потому что жизнь будет идти дальше. Сложности и задачи будут появляться у вас на пути. И разница между чемпионом, который буквально спит и видит свою цель, и человеком из зала, который живет посредственно в том, как они представляют свою конечную цель и путь. И сейчас, в этот момент, когда ты понял, что это то, чем ты хочешь заниматься, у тебя есть твоя собственная ответственность, которая будет тебя подталкивать, толкать на все действия, держать дисциплину, держать дисциплину и давать ресурсы для твоей конечной цели. Если ты делаешь это, найдешь в себе силы продолжить, не пропуская этот день, не откладывая на будущее. Если ты найдешь в себе силы продолжать двигаться против течения, с этого момента я могу тебе гарантировать, то, что в конечном итоге ты обязательно увидишь, когда берешься до цели. Если ты поверишь в это и сделаешь это своим обязательством, тогда это обязательно произойдет. Это очень крутой вопрос. И мне нравится, как Кай на него ответил. Но нам задают этот вопрос снова и снова. Ребята, все очень просто. Дело в цели вашей жизни. Вот и все. Это все, что тебе нужно делать. Иметь свою цель. Например, найди точку назначения, как сказал Кай, и двигайся к ней. Если я сейчас нахожусь в аэропорту Окленда, и мы отправим самолет, скажем, в Сидней, самолет сдвинется вот так, совсем немного, всего на миллиметр, в итоге вы окажетесь в Мельбурне. Просто найдите точку, найдите цель в жизни. Ничего страшного, если вы будете вилять, но цель должна быть в поле зрения. Это очень важно. Все невероятно просто. Я взял на эксперимент трех ребят. Чтобы вы поняли, насколько все просто, я расскажу вам этот случай. Я взял три парня. Один из них ел бургер, на котором много майонеза. Второй ел бургер без майонеза. Третий парень ел бургер с майонезом, но он тренировался. Тот, который тренировался, вообще почти не изменился. Я его исключил. Прошло полгода, и я снова собрал этих троих. Парнишка с майонезом набрал килограмм, или два, не помню точно. Парень без майонеза вообще не изменился. Но что такое ложка майонеза? Это всего лишь 20 калорий. Затем я собрал их через 20 месяцев. Парень без майонеза потерял около двух килограмм. Может, для вас это мало, но это была его желаемая цель. Другой парень набрал эти же два килограмма. Я собрал их еще через полгода. У парнишки была всего лишь одна ложка майонеза. Помните? Я добавил ему еще небольшую ложку. Не знаю, может, там, 100, а может, 20 калорий. Через полгода он набрал 15 килограмм. А другой парень, который не ел майонез, потерял 15 килограмм. Понимаете, о чем я? Есть небольшие, маленькие изменения, которые вы вносите в свое постоянство, и они вас изменяют. И так во всем, в чем угодно. Просто внесите небольшие поправки. Хотите стать культуристом? Перестаньте вот это. Твою мать, мой кореш принесет мне стероидов! Послушай сюда, это не какие-то волшебные таблетки. Ну да, они дадут тебе небольшое преимущество. Но знаешь что? Ты не заберешься на гору, если у тебя не будет цели. У вас есть цель? Идите к ней. И поверьте мне, возможно мы увидимся с вами через пару лет. Кто знает, вы будете совсем другими. Все придет, лишь со временем. Понимаете, о чем я?